приветствую всех кто меня смотрит хочу сегодня ребята показать вам поселок которым я живу его благоустройство как обустроена здесь и вообще что хорошего и что чего не хватает здесь принципе поселок этот называется мавастер и цион очень красивый вы сейчас можете наблюдать вот клуб с цветами архитектуру зданий ведь и замечательные дома с арочными сводами с облицовочной плиткой красивой бежевый вот прогулочная парковая зона поселок этот небольшой находится в окрестностях иерусалима недалеко постепенно он расширяется вот на перекрестах такие клумбы интересные барашками обустроенные как настоящие имеется детские детские спортивные площадки везде ухожено цветы на террасах растут в общем одним словом красиво под каждое дерево под каждый кустик проведена капельная система полива в общем без воды здесь жизни не будет иначе все засохнет как эта трава сейчас проходим покажу вам местный магазин продуктовый так это больничная кассы здесь а вот продуктовый магазин сегодня он выходной суббота в общем зато рядом так выглядит обычная автобусная остановка с таблицами с указанием маршрутов все расположено видите как и обустроена рядом для удобства жителей такие есть навесы немножко от солнца защищает хотя солнце здесь в обед очень жгучая здесь превосходно чувствует себя пальма а а какие две красавицы а смотрите не удивляйтесь тому почему здесь нет нет людей на лавочках потому что жара все сидят по домам как у здесь тенек вот хорошо смотрите как красиво до выстроена такая павильончик зеленый и прохладно и хорошо вот уже местная парикмахерская везде обустроены стоянки для автомобилей с разметкой и разметка выложена из кирпича тротуарной плитки большинство людей передвигается на машинах со вкусом подобран архитектурный стиль арочные своды облицовочная плитка в тех дома где люди живут на первых этажах ведь размещены сервисы если ты вдруг заболел у тебя болит зуб или еще что-то ты можешь пойти к местному стоматологу рядом находится еще вот один салон парикмахерской чик-чак вот видите люди вообще нету жара солнце печет так что никто на улице выходить не хочет остановки пустые на поселке довольно хорошо работают коммунальные службы мусор здесь сортируется отдельно пластик отдельно бумага каждый ящик контейнер имеет видите свой цвет узоры стекло отдельно бумага отдельно ну довольно люди соблюдают я вижу разделение мусора мне очень нравится здесь черпичная крыша вот видите буквально все дома обустроены в одном стиле рыжая черпичная крыша на крышах установлены солнечные панели вот ливневки с решетками довольно чистые незабитые в общем за порядком следят ну так выглядит свободное пространство видите вот в домах небольшое искусственный газончик зеленый к этому камушки окрошка дальше вдали вы видите уже все пустая территория и вот линия разграничения за которую выходить нельзя да к сожалению израиль живет постоянном арабо-израильском конфликте за территорию и это основная беда этой страны я считаю а вот еще видите местная коронавирусная палатка ну так оборудовано вот еще дворик симпатичный смотрите какой да вот зелеными куст кустиками маслины розы удивляет меня еще здесь многообразие флоры вот деревья такие войны интересные я первый раз только здесь увидел ну и понятно само собой вот эти артерии по земле проходит которые обеспечивают жизненно необходимой влагой все растения так это похоже какой то мясо добавляют пахнет а вот еще одна местная достопримечательность исторический артефакт конец высотого века коксофон помните когда тоже у нас такой был карточки продавались на 60 минут на 120 на 180 вставляешь и звонишь оставили наверное как историю и никто не ломает вандалов нет не обрисовывают ну вот ребята представьте на одно мгновение что там где вы живете вот каждый свободный участок там можно облагородить посадить клумбы с розами с кустами с травами деревья разные которые приживутся на вашей территории обустроить вот так вот плиткой все люки смотрите коммуникационные все аккуратно уложенные вот гидран стоит водяной для полива или еще для каких-то нужд меня еще больше всего удивляет и нравится вот смотрите видите кольцо где автомобиль расповорачиваю да часто встречаю на кольцах автомобильной дороги вот такое вот подвешенное дерево это как символ израильского народа который многие столетия был оторван корнями от родной земли и этот символ каждый раз напоминает им об этом такие барашки вот искусственные стоят клумбы с цветами видите даже сюда подвод воды имеется иначе засохнет все и увянет пальмы маленькие посадили интересно ананасы не ананасы кажется на земле растут или на пальмах нет на земле вот видите везде указатель название улицы бульвар хашен и вот еще какой-то каменный шар памятный на иврите что-то написано к сожалению я читать не умею поэтому останется тайна что здесь указано ну и же конечно барашки наверное здесь из давних времен овцеводством занимались переное население только я хожу один еще какой-то дед вышел с пакетом все остальные сидят по домам ну вот ребята смотрите везде тротуарная плитка но только что разве дорога асфальтом асфальт уложен ну это понятно аккуратные лавочки видите из такого профиля металлического с отверстиями мусорные контейнеры не заплеванные не загаженные а вы скажете тут людей нету поэтому никто не гадит то есть довольно и когда жара спадет вечером очень много людей здесь на прогулку уходят бегают очень любят собак здесь собаками гуляют дети катаются на велосипедах так что людей здесь довольно много здесь даже эти ящики коммуникационные не знаю что поливочные или электрические разрисованы рисунками эта русалка сидит на грибочке на мухоморе и ждет своего жениха да это подвод воды идет распределяется на электрические насосы где-то стоят подают качает воду распределяют так ну что поехали дальше посмотрим вот видите мусорные контейнеры аккуратная остановочка все чистенько на первом этаже видите стоят машины у кого под навесом то так ставят все на машинах ездят да конечно земли маловато дефицит земли не хватает поэтому экономят каждый клочок земли машин очень много особенно утром и вечернее время когда все с работы возвращаются здесь поток машин большой это сегодня суббота день покоя поэтому все отдыхают ничего не работает никакие службы но стройка работает есть объекты где круглосуточно работают и днем и ночью но в основном пятница короткий день суббота полный выходной вот видите дорога такие домики аккуратные еще одно кольцо небольшое пропущу 8 лет это школа проезжаем сейчас проедем покажу вам еще справа синагога в синагогу проезжаем вот впереди еще большой комплекс здесь это клиника местная если заболел он здесь оттяжится я здесь кстати другую переменку делали после которого мне стало очень плохо так вот еще одно дерево посаженное ну в общем как то так ну давайте еще поедем едем на центральную улицу центральную дорогу тоже вам торговый центр видите каждая клумба построена зелеными кустами все подсвечивается все красиво цветет все флаги государственные установлены в общем одним словом коммунальный рай без заботных хлопот но за все это нужно платить вон слева находится торговый центр хоррель так зеленый так здесь рядом не миштра находится милиция в общем дороги довольно хорошего качества даже когда ремонтируют очень аккуратненько все делают нету таких выбоин ям глубоких поэтому за качеством и за порядком следят дорожного покрытия и почему решил вам в субботу все это показать потому что в обычные рабочие дни очень много машин а сейчас пусто свободно лежачий полицейский чтобы лихачи скоро спрашивали в принципе там сейчас все закрыто поэтому туда идти не буду я в других видео покажу вам устройства торговых центров магазины их не цены расскажу постараюсь вам если будет время свободное в общем ну что в одном торговом центре все находится в принципе что необходимо человеку это и хозяйственный магазин продуктовый аптеки супер фарм вещи обувь канцелярия в принципе все что необходимо человеку для жизнеобеспечения все имеется сейчас поедем в другой квартал покажу вам не совсем новые дома чтобы была полная картина восприятия не только самая красивая есть и обычные старые домики а что ж такое снова светофор ну ладно придется ждать зеленый слева школа находится справа тоже дома довольно и давно построили старенькие ближайшие полицейские буквально через каждые 30 метров положили положили так ну свернем сюда так так кажется я здесь ни разу не был куда я заехал вообще какие то бараки старые что тупик нет так где это я непонятно это пошли и 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 В общем, нет, ребята, надо тут знать, куда едешь. В общем, в основном по Вейзу. Все в Израиле путешествуют, передвигаются на машине. Это самый лучший автоабельный навигатор, который прилаживает вам маршрут. Я что-то заехал не туда, куда надо. Ладно, сейчас выезжать будем. В общем, ладно. Не буду я дебрями ездить. Так, в основном, главные улицы, центральные. Все довольно чисто, красиво и обустроено со вкусом. Вот видите, даже показывает мне скорость, в которой я еду. 46, 50. И такой смайлик. Либо наоборот, грубо-человечек, если я скорость превышаю. Дозволенную здесь, на этом участке. Здесь, конечно, манера вождения у некоторых такая, что оставляет желать лучшим. Не указывают повороты, когда перестраиваются или поворачивают. Дорожная разметка, указательные знаки здесь обустроены на высшем уровне. Предупреждают водителя о смене дорожной обстановки. Довольно все густо, наставлено, настроено. Поэтому следует соблюдать предельную осторожность на дороге, как водителям, так и пешеходам. Иначе можно попасть в аварию. Благо, что есть указатели везде с названиями улиц. А в основном друг к другу сбрасываем геолокацию, свое положение и по Вейзу едем. Сейчас там на стояночку. Припарковался на стоянку. Вот видите, разметка для каждой машины. Для инвалидов синий. Даже площадь закрашена с указательным знаком, предписывающим, что эта стоянка только для инвалидов. Хотя некоторые нахалы ставят инвалиды по уму. Здесь свои машины. Вот видите, все аккуратно. Остановочки. Правда, когда людей нет, то такое чувство жутковато. Как будто, знаете, вот какой-то пришел конец света, апокалипсис. И все люди вымерли от коронавируса. Никого нет. Куда все подевались? Неужели все спят? Ну вот, я уже в своих роликах показывал, да, что вот колонка с водой. Хочешь подпить? Ну, вода теплая. Попил. В Израиле очень важно соблюдать свой водный баланс. Потому что если не будешь пить воду, будет плохо. И говорят, что многие люди, которые, скажем так, не соблюдали свой водный баланс в теле, пошабашили. То есть, умрили от каких-то болезней. Ну, скорее всего, на озвучение крови шло. Так, весы. Правду говорят или нет? Ну, стабильно, как всегда. Видите, вот спортивная площадочка под навесом, тенек. Занимайся не хочу, но никого нет. То ли все соблюдают субботы. Кстати, верующие здесь очень строго следят за этим. Поэтому в субботу люди отдыхают. И не работают. Ну, за исключением, конечно, тех служб и организаций, где установлен свой режимный объект и режим работы. Слушайте, смотрите, какое чудо. Сколько пчел опыляют. Цветы. Аж гул стоит. Потому что она поймет, вкусный соберут. Вот дикий гранат растет. Я первый раз в жизни видел гранаты дикие. Кисловатые, правда. Плоды, когда созревают полностью, перезрывают, потом они лопаются, отрываются. И птицы, насекомые поедают зерна ягоды. Воздух, конечно, очень хороший. Все дышится. И дышится с каждым часом. Все легче и легче. И дышать хочется. А вот, ребята, с этого места какая красивая панорама отрывается. Смотрите, видите, вдалеке рощи оливковые установлены. Не знаю, камера сможет перебрать или нет. Там дальше, на горизонте, наверху, в горах, арабский поселок расположен. Сосновые деревья на склонах. Сосна определенного вида растет именно, которая здесь пригодна для этого типа почвы. Вот видите, как обустроены дороги, пешеходные тротуары. Вот еще интересная архитектура домов. Такая купола образная, круглая. Вот установлены интересные такие сферические зеркала для лучшего обзора водителю, когда он выезжает на перекресток. Вот такие интересные знаки. Пешеходный переход. Человечек, видите, какой в шляпе. А у нас на инопланетянина похож. Вот интересные ограждения такие, видите, буйки, полусферы. Установили, чтобы какой-то пьяный водитель не залетал сюда. Это специально огражденная такая зона отдыха с лавочками. Кстати, вот заметьте, одни лавочки в одну сторону направленные, а вот эти две противоположные. То есть, когда коммунальщики обустраивали, они все думали для людей, понимаете? А не так, а как установить. Все почему? Да потому что с этого места вот срывается красивая панорама. Человек устал, сел себе здесь и наблюдается красотами. Ну вот видите, как фауна буяет и цветет благодаря географическому положению, выгодному климату, солнышку, теплу, капельной системе полива, человеческому трудолюбию и любви к своей земле. Все это было к тому, что здесь земля цветет и пахнет. Понимаете? И страна, и израиль просветают. Поэтому делайте выводы, господа, что с нами не так и почему мы так плохо живем. Детские площадки. Все не поломано, все целое. Под навесом. Только к ним, да, и вот пен установлен. Все чистим, аккуратно. Ну да, салфетка валяется, но здесь периодически, по-моему, я скажу, убираю. Везде, везде, на каждой клумбе, вот видите, как вены, артерии проложена, как имя, система полива для растений. Вот в утренние вечерние части поливается. Установили вот информационный щит, предписывающий для человека свое поведение. Через дорогу школа местная расположена. Видите, все выдержано в одном стиле. Школьный дворик необычный. Так вот, какие-то бутылки пластиковые. С землей. Там и насаженцы какие-то гроши. Не знаю, что. Ну вот, еще один шкаф распределительный. Видите, расписан художниками. Такой снегирь нарисован. Ну и предупреждающие таблицы, чтобы руками не лезли, иначе убьет током. Будет поражение. В зоне отдыха установлены, видите, эти столики шахматные. Правда, я редко здесь шахматистов наблюдал. Кроме того, что они любят играть. Но, тем не менее, постарались за людей, сделали. Ну, что плохого, видите, они все любители своих домашних животных любят убирать за людей. Поэтому, вот и встречаются. Ну, разделение мусора само собой идет. В общем, у некоторых есть такие большие особняки, дома построенные в 3-4 этажа. Здесь живут, я так понял, довольно состоятельные люди. Ну, что скажу из недостатка. Видя всю эту красоту, я понимаю, что такое не везде, потому что я уже ездил по Израилю. И жить, скажем так, в элитном поселке, в больших домах, может себе позволить только состоятельные люди, которые живут деньги. недвижимость в Израиле очень дорогая, поэтому купить себе могут только состоятельные люди, либо придется брать кредит, который выплачивать придется лет 20. А может и раньше у кого-то получится. Все зависит от кошелька клиента. Ну, в общем, два существенных недостатка. Это замороженный, либо размороженный арабо-израильский конфликт, постоянная война за территорию, конфликты, дорогая недвижимость. Ну, и вообще уровень жизни здесь в Израиле очень высокий. Несмотря на высокие доходы населения, здесь большая и расходная часть, поэтому все нужно учитывать. И самое главное, это страна для евреев. Если это не еврей, ну, я считаю, делать ее нечего. Ну, разве что, если вы женщине будете замуж за еврея, или жениться на евреи, это уже как-то не повезет. Ну, либо кто-то может принять ее, веру. Но это уже такое. Если ты изменил одной вере, то я сильно сомневаюсь, что ты будешь преданный новой вере. И это все самообман и ложь. Так, ну все, ребята, на этом у меня сегодня все. Если есть вопросы, задавайте, пишите комментарии. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!